Здравствуйте! Мы читаем сегодня вторую главу пророка Иоиля, читая в своем собственном переводе в рамках проекта Экзегет. Вторая глава развивает тему, которая была в первой книге, в первой главе Иоиля, и это тема бедствия и тема нашествия. Но здесь уже очень подробно и красочно все это описывается, настолько красочно, что даже непонятно, любуется он что ли этими захватчиками. Мы, наверное, не будем снимать кино про Великую Отечественную, в которой фашисты будут показаны такими красавцами. А может быть и будем по контрасту, как они выглядят, эта черная форма, эти белокурые бестии, вот те жуткие дела, которые они творят. Здесь что-то похожее, такое нашествие красавцев. Необычно для Ветхого Завета, где, конечно же, всякие бедствия, ну, они не поэтизируются обычно, они не описываются как некая красота. Затрубите в рог на Сионе, поднимите тревогу на моей святой горе, пусть трепещут все жители этой земли, потому что грядет Господень день, близок он. Господень день, напомним, мы уже об этом говорили в первой главе, да и в других книгах, это день пришествия Бога к своему народу. Вообще все хорошо должно быть, так, наверное, думает стандартный слушатель или читатель. Ну, Бог придет, плохих накажет, хороших наградит. Оказывается, нет, что-то другое. И почитаем, что потом подумаем об этом чуть-чуть. Это день мрака и тьмы, день черной тучи до начала, да, то есть ничего хорошего не ждите. Расползается, как заря по вершинам гор. Ну, представим себе горы, вот вспыхивает солнечный свет, когда он падает сначала на самые высокие вершины, да, и потом уже спускается в долины. И вот постепенно гора охвачена этим солнечным светом, и вот как этот свет распространяется по вершинам гор, расползается, как заря по вершинам гор, народ многочисленный и мощный. Спускается, спускается сверху. Какого ни бывало из древней уже не будет впредь в грядущих поколениях. Все-таки народ, помните, в первой главе мы думали, это саранча насекомые или народ ассирийца, например, но были и другие империи, которые нападали. Здесь вроде скорее народ. Ну, и туча саранчи может налететь, похоже на нашествие народа. Перед ним идет пожирающий огонь, позади него остается пламя. Пред ним земля, как Эдемский сад, позади разоренная пустыня, и ничто не укроется от него. Саранча или ассирийца? Ну, или там вавилоняне. Да и то, и другое может быть. Они похожи на коней и несутся, как конница по вершинам гор, с грохотом колесниц, пожирают жневье с треском пламени. Наверное, саранча, потому что похожи на коней. Ну, люди не похожи на коня, они либо на конях верхом, либо они люди. А вот саранчу можно сравнить вот эту быстро несущуюся с конницей. Все-таки, наверное, саранча. Они как могучее войско, построенное для битвы. Ну, саранча явно, потому что как войско, это саранча. Перед ними трепещут народы, бледнеют лица. Бегут они, как богатыри, как воины, всходят на стены. Каждый идет своей дорогой, не сбиваясь с пути. Один не наступает на другого, каждый идет своим путем. Прорываются сквозь оружие, не ломая строя. Какая же это саранча? Это воины. Какая саранча будет прорываться сквозь оружие? Кто с оружием пойдет, саранчу останавливает. Это бессмысленно. Только вражеское нашествие можно попытаться остановить оружием. На стены они всходят. Саранча летает, зачем мне всходить? А воины, конечно, пешком идут. Они должны подойти, лестницы какие-то подтащить, крюки с веревками кинуть. Тогда на стену залезут. Только что мы думали, что саранча нет. Это все-таки вражеское войско. Начинаем дальше. Скачут по городу, бегут по стенам, врываются в дома, влезают в окна, словно грабители. И саранча подходит, и войско подходит, которое скачет повсюду, врывается. «Пред ними дрожит земля, трясется небо, меркнут солнце и луна, гаснет свет звезд». А это вообще уже непонятно кто, потому что какое бы ни было ужасное нашествие, но свет звезд, солнце и луна не гаснут. Да, от самого жуткого воинства, от самого большого нашествия саранчи, правда? Ну, можно сказать, что там саранча заслонила собой солнечный свет, но все равно не погасло же солнце. Что-то еще большее. И ответ, что Господь возгремит пред воинством Своим, огромная мощь Его войска, и могуч, кто исполняет слово Его, ибо велик и страшен Господень день, кто пред Ним устоит. Вот это все Господень день. Войско ли это, саранча ли это, какие-то глобальные катаклизмы уже на уровне звезд, солнца, луны, это не так уж и важно. Это такой образ Господнего дня, когда Господь приходит для того, чтобы покарать зло и установить справедливость, но для народа это ничего хорошего не значит, потому что, собственно, Он и оказывается среди этих самых жертв, или лучше сказать, среди тех, кто наказан за несправедливость. То есть, что же делать? Ну и теперь не поздно пророчеству Господа. Обратитесь ко Мне от всего сердца с постом и с плачем и с рыданием. Разрывайте свои сердца, а не свои одежды. Ну, с постом и с плачем и с рыданием все понятно. Разрывание одежд, древние обряды, ритуалы, везде встречаются. Ну, вот у человека горе он разрывает прямо, да, вот рвет свою одежду, как бы себя делает нищим, голым. Но разрывайте сердца, то есть, делайте так, чтобы это было внутри, а не извне. Обратитесь к Господу, вашему Богу, ибо Он благ и милосерд, Его гнев медлит, а милость велика, и о бедствии Он сожалеет. Такая формулировка, которая будет еще в книге. Ионы встречаться, гнев медлит, а милость велика. То есть, гнев-то, конечно, есть, он, конечно, наказывает, но прежде милует. И даже на целое бедствие он это делает с жалостью, а не с садистским удовольствием. Очень часто описывается даже и в христианской традиции Бог, как такой маньяк, который ищет только повода покарать человека, наказать его. Ну, даже в Ветхом Завете мы видим, как это совершенно иначе. То есть, да, гнев есть, да, наказание есть, но это то, что приходится, это то, что вызывает жалость. «Кто знает, не передумает ли он, пожалеет и оставит вам благословение, хлебное приношение и возлияние Господу Богу вашему». Ну, мы читали уже в первой главе то, что исчезла пища, это как бы полбеды, а вот исчезло еще и то, что приносили Богу в храме. Да, естественно, это тоже хлеб для приношения, вино для возлияния. Но это уже такой вот совсем-совсем критичный случай, когда даже богослужение невозможно совершать. И вновь повторяется тот же рецепт избавления, который был в первой главе. «Затрубите врок на Сионе», Сиона, естественно, главный холм Иерусалима, «объявите священный пост, созовите собрание, соберите народ, объявите священное собрание, пригласите старцев, позовите младенцев и грудных детей, пусть выйдет из чертога своего жених и невеста из свадебных покоев». Собрание, собрание, собрание. Причем описываются все старики, младенцы, даже жених с невестой. Но у них свадьба. Ну, оставьте людей в покое, свадьба у людей. Ну, о чем говорить, новобрачные там, у них не до этого. Им все равно пусть спастятся, все равно пусть приходят. Вечная пророческая тема – солидарность народа. Не просто есть отдельно где-то там священнослужение, вот там храм, вот там алтарь, вот там то есть все, пятое, десятое. А вот тут у нас повседневная такая жизнь, и все у нас хорошо. Ну, или плохо, но неважно, у нас все отдельно. Нет, а то, что народ солидарен внутри себя, в том, что народ, он не делится на разные какие-то категории, хотя, конечно, есть старики и младенцы там, новобрачные, и, допустим, работники, которые не на свадьбе, а в поле трудятся изо всех сил. Но судьба народа едина. Ну, конечно, в древности это ощущалось намного лучше, потому что, в конце концов, урожай или не урожай, нашествие врагов или мирное время, оно касается всех, а не отдельных только категорий. Сегодня у нас, может быть, мы с нашей экономической системой, с нашим капитализмом гораздо хуже это понимаем. Одни могут роскошствовать, другие голодать. Но вот тут именно принцип солидарности народа. То есть, этот пост, вообще все, что происходит с народом, касается всех и каждого, а не отдельных категорий. И священники, собственно, возглавляют это. Между притвором и алтарем пусть плачут священники, служители Господни, пусть говорят. Пощади, о Господе, свой народ, не передавай на поругание наследие свое. Наследие, то есть тот удел, тот народ, который именно Господу принадлежит в полном смысле слова. Чтобы не показывали пальцем другие народы, не говорили среди народов, где ж их Бог. Возревновал Господь о своей земле, пожалел свой народ. Ответил Господь своему народу так. Это уже сразу ответ. То есть, на молитву дается ответ, как будто он услышан. И мы, скажем, это, наверное, позднее было дописано. Да нет, не обязательно. Книга еще раз дает в любом случае некоторый образец. Показывает, как вообще это бывает. То есть, молитва и ответ должен был тоже присутствовать. Возревновал Господь о своей земле, пожалел свой народ и ответил Господь своему народу так. Вот я посылаю вам хлеб и вино и масло, чтобы вы насытились. Впредь не буду предавать вас на поругание другим народам. Северян я изгоню от вас. О, а сирийцы, скорее всего. Хотя в Вавилоне не тоже с севера приходили. Мы еще думали, если это нашествие врагов, каких именно? Вообще всех, ну, кто-то конкретно имелся в виду. Наверное, сирийцы восьмого века, а может и нет. В любом случае, они с севера обычно приходят. На юге только Египет, а он как-то более вяло себя вел в этот период истории. Северян я изгоню от вас. Отошлю их в землю сухую и унылую. Их передние ряды сгинут в Восточном море. Ну, то есть, в Мертвом море. А задние ряды в Западном, в Средиземном. Поднимется от них смрад и зловоние. Многое они совершили. Ну, возможно, идет речь про то, что просто уже трупы будут гнить, да, и будут плохо пахнуть. Но можно понять в переносном смысле слова. Вот они такие зверские, злые. И вот провоняло у них там все, да. Вот это их зло воняет. Не бойся, земля, ликуй и веселись. Великое совершил Господь. Не бойтесь, звери полевые. Помните, там у нас домашние животные в конце первой главы вместе со своими хозяевами печалились, постились. Ну, и дикие, наверное, тоже, потому что просто если жрать нечего, то и животным это становится понятно. А вот не бойтесь, звери полевые. Зеленеют пастбище в степи, приносят плоды деревья, смоковницы и виноград дают свою силу. Ликуйте и радуйтесь, сыны Сиона, о Господе вашем Боге, он дарует вам учителя праведности. Учитель праведности – фигура, которую мы плохо себе представляем. Позднее в Кумбранской общине это будет одно из ключевых понятий. Учитель праведности, видимо, это титул, который носил глава этой общины. Но в любом случае, вот у нас такое описание хорошего урожая, благополучной жизни. И следом учитель праведности. То есть, недостаточно, чтобы просто было все хорошо с материальной точки зрения. И даже, можно сказать, пошлет вам праведность, обновит ваши сердца, что-то еще. Нет, учитель. Все равно появляется вот эта тема какого-то взаимодействия между людьми, что приходит некто, кто наставляет остальной народ. Народ солидарен, да, мы говорили некое единство, но одновременно он и сложно устроен. Вот приходит некто и начинает их учить вести к этой праведности. И дальше тут же не спаслет на вас дожди, осенние, весенние, как прежде, но это для урожая нужно. То есть, он настолько же необходим, как дождь для сельского хозяйства этот учитель. Без него вообще ничего не пройдет. Конечно, мы подразумеваем, когда мы читаем этот текст христианскими глазами, Христа, Мессию, который приходит и действительно учит праведности и преображает весь этот мир. Ну и, наверное, это правильно. Может быть, речь идет о каком-то особом совершенно учителе, не просто о некой такой фигуре проходящей, да, которая, ну, где-то там появится. Это вот центральная здесь личность. Переполнится тогда гумно зерном, потечет до вильных через край сок лозы и масла оливы. И дальше Господь говорит, «Воздам вам за годы, в которые пожирала саранча и молодая и взрослая личинки, великое мое войско, которое я посылал на вас». В первой главе много о саранчево, она все пожирает. И вот, наконец, объяснение. Это Господь так делал, а не просто повернулась некоторая там природная картина. «Вдовольно идитесь и насытитесь, и восхвалите имя Господа вашего Бога, который сотворил с вами чудо, и вовеки не посрамится мой народ». Тогда будете знать, что я среди вас, что я Господь ваш Бог, и другого нет. «И вовеки не посрамится мой народ». «Вовеки не посрамится». А какая разница, посрамится или нет, если нечего было есть, а вот, наконец, стало, много еды. Голодать не будет вовеки, лучше скажите. Вовеки не будет угнетен, порабощен, завоеван. Вот это же мы хотим услышать. А что посрамиться? «Стыд глаза не выезд» – есть такая поговорка, не очень ее люблю. Да нет, посрамиться в данном случае не просто попадет в какую-то неприятную ситуацию, испытает чувство неловкости. Да, это именно что оказаться брошенным, оказаться униженным, оказаться отвергнутым. Вот, наверное, всем знакомо чувство отвергнутости. Очень-очень тяжелое чувство, когда кто-то кого-то очень любишь. В детстве это мама, в юности это возлюбленная или любимая для девушки. Ну и много других вариантов. Вот человек, который тебе бесконечно дорог, тебя отвергает, или тебе кажется, что отвергает. Я тебя больше не люблю, я не хочу быть с тобой. Это ужасно. Это, наверное, самое худшее чувство в жизни. Страшнее физической боли. И вот посрамленным быть, то есть, вот оказаться именно отвергнутым Богом, оказаться именно тем, кого он не любит, или, по крайней мере, любовь к которому он отложил до времени. Вот больше такого с вами не произойдет. Это постоянная тема у пророков. Говорится о наказании, исцелении, возвращении всего. И самое главное, что эта отвергнутость больше никогда не повторится. Ну а в третьей главе там дальше будет очень интересное маленькое пророчество в следующий раз. Третья глава очень маленькая, но очень хорошо известная. Гораздо больше, чем вся остальная книга пророка Иоиля, потому что ее цитирует книга «Деяния апостолов» практически целиком. Так что текст, наверное, знаком всякому, кто читал «Деяния» хорошо. «И будет после того, и залью мой дух на всякую плоть». После того – это после чего, кстати? Не очень понятно. Третья глава, она такая вставочная. Напомню, что первая, вторая – это бедствие, нашествие то ли саранчи, то ли иноземного войска. Очень подробно расписано, особенно во второй мы читали. И во всяком случае какое-то бедствие, которое касается даже природы. То есть там засуха, там страдают и скоты, и люди. И природа даже космическая, то есть Солнце, Луна, они потрясены. Какое-то огромное испытание. Вот что-то такое, что не позволяет людям нормально жить. И войско, может быть, и саранча, и голод, и катаклизмы какого-то прямо там планетарного. Масштаба, да, когда что-то происходит прямо с Солнцем и Луной. Вот что-то будет плохое. Очень неконкретно на самом деле воспринимается. А вот в конце концов все будет хорошо. Видимо, вот это и значит здесь после того. «И залью мой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать ваши сыны и дочери. Ваши старцы увидят вещи и сны ваши юноши виденья. Даже на рабов и на рабыни залью в те дни мой дух». Смотрите, призыв к покаянию в первой и второй главах включал в себя требование собрать собрание. То есть народ собирается воедино для того, чтобы предстать перед Господом. Там для поста, для скорби, для покаяния, для молитвы о том, чтобы все вернулось. И вот здесь возвращение этого благополучия, причем не просто даже возвращение «верну вам урожай, прогоню врагов». Да, это было, кстати, в первой и второй главах тоже упоминалось. А вот здесь именно этот народ, как некое сложное целое, там по-прежнему старцы и младенцы, мужчины и женщины, свободные рабы. Это было у нас во второй главе, где собрание собирается, и все представители, все абсолютно социальные группы на этом собрании представлены. И вот здесь тоже все принимают дух, да, то есть все они становятся не просто народом Израиля, но вот этим собранием людей, верующих в него. «Даже на рабов и на рабыни залью в те дни мой дух, покажу чудеса на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма, солнце померкнет, луна обратится в кровь». Начинается с народа, а заканчивается вселенной. Вот такая картина мира, где человек в центре, вот человек, верящий в Бога, еще лучше сказать общины людей, народ, верящий в Бога, признающий его своим царем, он в центре, все остальное, включая планеты по отношению к нему, периферия. И при этом ничего хорошего не происходит. «Солнце меркнет, луна обращается в кровь, прежде чем придет день Господа великий и страшный». А в первой и второй главах это слово «день Господа» уже упоминалось, и оно связано как раз с бедствиями, с нашествиями, насекомых ли, воинов ли, с тем, что вообще-то ничего хорошего ждать в этот день не приходится. И оказывается, будут некоторые знаки. И оказывается, накануне вот этого бедствия люди обретут некоторые особые духовные способности, да, вещи и сны, видения, пророчества и все такое прочее. То есть, получается, это их, ну, подготовка, что ли, это какая-то возможность для них вынести все то, то, что придет дальше. И резюме очень краткое, которое, конечно, в Новом Завете будет встречаться, и которое, конечно, люди вообще часто вспоминают. «Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо будет спасение на горе Господне в Иерусалиме, как сказал Господь, и среди оставшихся кого Господь призовет». Понятно, что «спасется» здесь имеется в виду прежде всего от этого бедствия, или, точнее сказать, от целого набора бедствий. Там же у нас много всего, и саранча, и воины, и голод, и бескормицы, и вообще там, ну, прямо вот вся вселенная рушится, все плохо. А что, значит, призовет имя Господне? Достаточно сказать пароль, такую, какую-то простую фразу, «Господи, помилуй», и все, и все само пролетит. Тем более, что «спасется», ну, в христианском, по крайней мере, языке относится уже к спасению вечности. Да, иногда это так понимают. Тем более, что здесь дальше сказано «спасение на горе Господне», ну, то есть в Сионе, в Иерусалиме, вокруг храма, в Иерусалиме дальше повторяется отдельно. «И среди оставшихся кого Господь призовет». Вот это уже интересно. То есть оставшийся остаток, все время такое выражение пророков мечтаем, и те, кого Господь призовет. Вот потом в Новом Завете это станет основой, действительно, для сложного богословия о том, что человек приходит к Богу, если Бог его призывает. Не просто сам он так решил, сказал и сделал, да, но это его отклик на тот призыв, который звучит от Бога. И тогда получается, что призовет имя, и Господь призовет этого человека, да, с одной стороны Господь – инициатор, с другой стороны – человек. Это вот такое сложное единство. Вот эти люди, которые оказываются в Иерусалиме на горе, они призывают Бога, но Бог их призвал к этому спасению. Потом будет очень много споров. До сих пор богословы уточняют про это избрание, чисто призвание. Человек отвечает на призыв Бога и тем самым призывает его, и оказывается среди верных, среди спасенных. Или это Господь отвечает на призыв человека, да, если человек к нему обращается, то Господь его принимает. Богословы очень много спорят. Но это поэтическая книга, как и прочие книги Ветхого Завета, пророческие, конечно, не только, но и пророческие почти целиком. И в этой поэзии нет, может быть, таких точных богословских формулировок. А может быть, они и не нужны, потому что, ну, это не техническая инструкция по спасению, да, как мы покупаем какую-нибудь бытовую технику, и там все написано, какую кнопку жать, какой режим выставлять и все такое прочее. Ну, и однозначно все. Нет такой инструкции по спасению. А есть вот такое поэтическое описание, когда двое, и человек призывает Бога, и Бог призывает этого человека. И вот эта встреча происходит как встреча двух призывов. Здесь много будет, и вообще это же Ветхий Завет, много о ритуалах, много о жертвоприношениях и обо всем прочем. Но вот здесь, в этой главе, маленькой главе Иоиля, сказано нечто очень глубокое, не случайно эта глава цитируется в Новом Завете и в книге Деяний, особенно не только потому, что там предсказано какое-то особое действие духа, когда все люди начнут пророчествовать, там начнут видеть вещи и сны и все такое прочее, но еще потому, что именно здесь вот эта удивительная тайна спасения предстает как судействие двоих, Бога, который спасает человека, и человека, который принимает это спасение. Уже в Ветхом Завете у Иоиля это было. Ну, а четвертая глава у нас будет в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok